Водители, которые сегодня ночью ездили по Краснодарским улицам, оказались в восторге от того, что происходило в это время на улице Северной. Дорожники тщательно закрашивали ставшую ненавистной почти всем автолюбителям Краснодара букву А. После этого интернет сразу запестрил радостными селфи водителей с дорожными рабочими, которые к такому доброжелательному вниманию явно не привыкли. Убрать полосы для движения общественного транспорта и вернуть прежнюю схему движения автомобилей на улице Северной распорядился губернатор Краснодарского края. Александр Ткачев в своем микроблоге прокомментировал такой шаг и написал о том, что решения подтверждают исследования специально созданной Краевой комиссии. Всю среду на улице Северной в Краснодаре специальная комиссия мониторила транспортную обстановку и доказала, что ситуация там крайне сложная. Идея с выделенной полосой для общественного транспорта была хорошая. Такое же решение оказалось эффективным на Октябрьской и Мира, но на Северной это не сработало. Как показал мониторинг, ситуация только усугубилась. Люди не должны часами мучиться в пробках, поэтому решил выделенные полосы на улице Северной с этого дня отменить. Пожалуй, нет ни одного автолюбителя, который не обрадовался решению убрать полосы для общественного транспорта по улице Северной. В народ с утра уже пошли шутки довольных водителей. Например, если бы Юрий Гагарин сейчас жил в Краснодаре, то с гораздо большим удовольствием произнес сакраментальное «поехали». И действительно, «поехали». Улицу вместе с Северными мостами сегодня было не узнать. Во время съемок сюжета ни одной пробки на участке, где еще вчера были полосы для общественного транспорта, найти не получилось. Автомобили двигались со средней скоростью 40 км в час и стояли разве что на светофорах. Как вы относитесь к решению губернатора, который отменил полосы для движения общественного транспорта, которые здесь? Отлично. Разгрузили до дороги очень сильно. Пробок меньше стало. 50% меньше стало. Разгрузили Северную. Я думаю, это правильное решение. Сегодня ехать отлично. По крайней мере, еди в движение. На работу не отрабатывали. А с той стороны убрали полосы? Тоже убрали. Значит, и домой вернемся раньше. Я считаю, что я правильно. Были пробки, но не такие. А так невозможно. Просто охота была ставить машину и идти. Или переехать в другой город. А как вы относитесь к решению губернатора об отмене полосы? Это здорово. Я просто обалдю. Это здорово. Почему? А потому что невозможно было есть. Зеленый. Спасибо. Некоторые водители в интернете предлагают даже посигналить всем автолюбителям на улице Северной в знак солидарности с таким решением. Ведь еще неделю назад, когда ввели выделенные полосы, улица Северная встала практически сразу. Так выглядели пробки еще несколько дней назад. Скорость машин была не больше 16 км в час. Из-за того, что встала центральная улица, по сути соединяющая две части города, перестали ехать и второстепенные, так как многие стали объезжать по прилегающим маршрутам. Первые выделенные полосы для общественного транспорта в Краснодаре появились год назад. Но таких проблем, как на Северной, нигде не возникало. Даже в центре, к примеру, на улицах Октябрьская и Мира. Ежедневно троллейбусы и автобусы перевозят 450 тысяч горожан. Через Северную проходит почти треть всех маршрутов. Поэтому именно там и попробовали сделать комфортный проезд для общественного транспорта. Но, как признались в мэрии, решение оказалось не до конца просчитанным. Мы оказались не готовы полностью к тому, чтобы обеспечить одинаковый комфорт всех участников дорожного движения. Сегодняшний еще раз воздушный мониторинг, который проходил, он еще раз показывает абсолютную жизнеспособность выделенных полос на улице Северной с приоритетом общественного транспорта. Но опять-таки с созданием нормальной альтернативы всем участникам дорожного движения, которые позволят им точно так же комфортно и с нормальной скоростью дорожного движения преодолевать улицу Северную. Отказываться от создания удобной инфраструктуры для движения общественного транспорта в Краснодаре не будут. Губернатор Край Александр Ткачев дал два месяца городским властям, чтобы разгрузить центр от пробок и найти правильные и просчитанные решения для комфортного движения общественного транспорта. Чтобы прийти к европейскому комфорту на дорогах без выделенных полос для тех, у кого нет машин, никуда не деться. Власти Краснодара будут вести с проектными компаниями переговоры, которые в срочном порядке подготовят ряд технических решений, которые позволят нам модернизировать четыре улицы Краснодара. И это даст нам возможность разгрузить потоки улицы Северной. Мы считаем, что приоритет общественного транспорта, желание краснодарцев пользоваться общественным транспортом, оно будет увеличиваться. По решению губернатора уже в следующем году будут реализовываться программы модернизации общественного транспорта. Это будут новые трамваи, это будут новые автобусы, большой вместимости, низкопольные, скондиционировались. По автомобилизации на тысячу человек Краснодар опережает даже Москву. 472 автомобиля против 407. А значит полностью уйти от пробок, как и в любом мегаполисе, не получится. Ситуация Северная, по мнению губернатора Александра Ткачева, показала, что без глубокого анализа и четкого планирования даже правильные задумки могут привести к неэффективным результатам. Александр Иванченко, Денис Перец, Валерий Пятов, Кубань-24, Краснодар.